обычное утро ларса уриха всем привет друзья и подруги меня зовут валентин и уже как три года я говорю эту фразу мне в принципе надоело чтение даже не здороваюсь потому что ну надоедает все тем не менее наконец пришло время запустить что-то новенькое сделать какую-то новую рубрику взять все хорошее что было раньше потому что за три года что я только не делал но в отличие от например гитарных обзоров и каких-то определенных роликов на определенную тему здесь вектор событий и вектор самого формата мы будем выбирать вместе с вами это могут быть как и новости интересная так и какая-то интересная музыкальная тема не только обязательно на гитарную опять же так и конечно я буду в конце ролика отвечать на вопросы ну и само собой же в следующем ролике если этот формат вам понравится все может быть уже чуть-чуть по-другому здесь опять же какие-то детали какие-то мелочи мы вместе с вами будем дополнять но чтобы было более понятнее основная моя идея этого формата не то что взять все темы вставить в один ролик а скорее сделать полноценный диалог на этом фоне потому что порой вы могли уже видеть прошлых роликах иногда я рассказываю об одной гитаре потом резко ухожу на другую тему перескакиваю и порой все что я хотел сказать в ролике я просто банально не успеваю опять же нужно понимать что на монтаже частенько я многое вырезаю потому все таки есть форматы по времени я стараюсь в них вписываться данный ролик по времени не будет никак ограничен это может быть и 10 минут это может быть 20 минут это может быть и блин 40 минут но 40 я конечно навряд ли сделаю плюс вы давно просили больше контента и так сказать вот я это и делаю если эта рубрика вам понравится данный формат возможно будет выходить на постоянной основе вот блин об обещал все теперь надо будет делать ну и конечно перед тем кем начну не забываем заходить в группу mv music посмотреть на красивые гитарки многие гитарки оттуда часть моей коллекции там тоже есть и сейчас там классная скидка на горе холда который был на обзоре черт эти гитары сейчас дико подорожали но об этом поговорим потом поэтому такие дела ну и уже завтра и уже завтра 9 марта в субботу в минске концерт damage strings я там уже не раз был в этот раз к сожалению меня не будет потому что я уезжаю на алекса скольника да я люблю джаз да да не потому что он гитарист testament и вообще сейчас не слушаю особо металлу я больше слушаю прогрессив ну вот снова ухожу другую тему черт тут я опять же хочу сказать что я не просто рекламирую какого-то своего друга и говорю ком-то концерте я там не раз реально был помогал со съемками знаком с организатором не даже если об этом отдельные ролики на канале опять же что вы понимали да мне периодически пишут люди с просьбой что-то про рекламировать и зачастую я отказываюсь потому что мне это просто неинтересно поэтому в ролик я беру и рассказываю ролики только о том о чем мне в первую очередь интересно такие дела итак первая тема которая хочу обсудить это сайт и спи ну ну как же по-другому да очень часто меня спрашивают то есть смотрите с 2016 18 года у компании спи был этот ребрендинг все поменялось весь модельный ряд раньше что было лтдшки сигнатурные версии и спи стандарт все кастом шопу даже на первой странице не мелькал и действительно теперь когда заходишь на сайт и спи видишь едва оригинал из пиво эссе и так далее можно запутаться поэтому давайте я объясню опять же подробно и расскажу чем серия от серии отличаются думаю это реально будет многим интересно но опять же реально очень много вопросов на эту тему ко мне приходит итак открываем сайт и спи здесь у нас о они изменили они что-то изменили теперь девчоночка конопатая ну конопатая то всегда плюс карме ребра майерс кот оранж была такая одна песня у содом только там был и джент оранж прикольная песня сразу встречает окошко с такомином такомин это японская кастомные акустики короче это компания теперь тоже принадлежит и спи вообще спи на самом деле что только не скупила еще 80 в конце восьмидесятых она скупила шектор многие думали что только недавно на самом деле нет сейчас только что-то там докупила кита какой-то аукционный пакет или что-то такое я особо не узнавал заходим на сайт и спи теперь еще одна инновация кроме такомин компания спи сотрудничает с англ это немецкие усилители возможно скорее всего в ближайшем времени компания англ тоже возможно купит спи реально там богатенькие японцы сидят и единственное что мне кажется может быть этого не случится тоже мои мысли потому что англ насколько я помню хозяин англ компании он также владеет богнером и этим дизелем по моему так но я могу ошибаться дальше мы заходим в гитары и видим весь модельный ряд спи едва кстати раньше было написано просто едва наконец-то компания спи уже как-то идет навстречу людям которые не понимают вот спи оригинал и спи веса лтд сигнатура и т.л. сервис начнем конечно с едва едва это и спи стандарт старый и после спи стандарт между едва выходила эта серия лтд элиты которая часто рассказываю в роликах мне даже бас висит здесь лтд элит офигенный инструмент это то же самое что и спи конечно если вы возьмете сейчас например новую модель там например семнадцатого года к примеру такой же бас как у меня и стороне с моим там будут изменения может быть чуть-чуть другой гриф чуть-чуть другие датчики но компания спик бы каждый год меняет любые серии даже если вы возьмете едва там например 14 года потом 16 будут изменения но по качеству по сборке это одни и те же самые инструменты тут конечно можно обсудить споры и тайны заговора которые мне даже сидели ролик что мол едва собирают в китае и так далее или там элит собирают в китае и так далее я не буду обсуждать и рыться в этом я беру в руки инструмент на нем играю и уже составляют свои впечатления что там как допустим и делают хоть сзади у юры нету вадима у вадима вадима то вадима ним все время такие они что-то любят делать и так модель лет из пи 2 но тут особенно не о чем говорить да появились новые серии это прекрасная прекрасная эру у меня есть обзор на эру с мишей можно посмотреть очень классные гитары вот ну новый цвета у я в беленькую взял и хотят тоже красивенько а все это уже будет отдельно ролики так тут останусь навсегда еще харазина ой все одно все началось 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 надо уходить надо уходить ох ох какой топ какой топ ты посмотри перед цветы какие а это что за джимми рут ладно так все уходим дальше и спереди но это кастом шок тут в принципе все понятно до гитары максимального уровня созданная так сказать по последним технологиям компании спи полностью вручную то есть это те самые инструменты которые собраны скорее всего в отделениях кизу и так далее которые собирают инструменты для музыкантов то есть это вышка если обычным словом здесь у нас тоже есть те же самые эру только немного другие ну красивенький вот этот расти прикольно конечно прикольно вживую не конечно все по другому выглядят эти фотки не люблю по фоткам гитары смотреть вот это вот тоже очень классно реально очень красивый спи эру черт мне он очень нравится этот цвет everest такой какой-то молочный опять же нужно понимать что и спи очень красиво все делает она не выпускает таких же гитар то есть если вы сейчас зайдете например мы зайдем обратно обратно к едва сейчас где у нас тут то там будет тоже стрела тоже белый эру но даже внешне конечно же на буду отличаться это видно по даже по фото инкрустация другая нету такого красивого цвета тут это просто снова и то есть даже внешне конечно история есть опять же это сделано для того чтобы даже по фото человек понимал в чем разница я например когда не был этой черной серии смотрел ой белой точнее серии я смотрел на испе едва эру такой волка и классный гитар потом заходил на опять же оригинал вот и когда я увидел цвет андромеда вот этот черт и такой были ну черт ну вроде почти то же самое на меня зацепило так вот работает маркетинг спи то есть для людей которые в принципе не особо ну и неважно там едва этой оригинал они не загоняются по этой теме скажем так они видят красивую гитару и черт они хотят именно ее и порой для людей которые покупают гитару за там за две за три за четыре тысячи для них вот эта вот разница в косарь грубо говоря она нивелируется у тебя есть деньги нажал кнопку купил все или пошел в магазин там если ты в америке живешь да вот и это абсолютно нормальная тема это абсолютно нормальная тема я недавно под заказ мы доставляли от компании спи iron cross еще снял про него ролик вот опять же та же самая история вообще было абсолютно все равно он ее хотел он ее получил я могу только порадоваться за него и с доброй душой позавидовать дальше у нас идет и спи и сэй 2014 компания спи открыла завод в голливуде калифорния что сказать с одной стороны казалось бы это премиальная история вот я как как потребитель смотрю такой ну вот я перед собой вижу американскую модель да вот я вижу красивый топ до такого нету но единственная причина по которой я бы возможно купил юсэй это если дай бог мне здорово я буду столько зарабатывать и я бы увидел эту гитарку вот синяя с этим вот этим цветом божий я не знаю как его назвать даже я такой хочу эту захожу там как я сказал раньше захожу там в оригинал я ее там не вижу я хочу это все то есть вот этот основная причина если абстрагируется от моего мышления тут конечно прослеживается линия бабла потому что компания спи конечно может сделать такой же сингл-кат таким же квилтом только sp original это без проблем у них нет сильного отличия но компании спи хочет зайти в американский рынок потому что американский рынок самый большой самый крупный там куча очень крутых коллекционеров в первую очередь консервативных коллекционеров которые покупают только американские гитары таких много есть люди которые там скупают вообще-то например только лес полы то есть ты им горишь у меня есть с g там 68 года только 59 сингл-кат от гибсона и порой с такой же точкой зрения выходит и хозяина магазина то есть они закупают гитары только американского производства это на самом деле очень большая тоже тема для разговора этот американский рынок там так все иначе все по-другому и одно время когда я сотрудничал конкретно с чувачком одним с калифорнии даже это было не связано особо с гитарами но вот тогда я очень много узнал о всем этом и там ну просто совершенно другой мир совершенно другой мир в одном ролике этого всего не объяснить поэтому я наверно сильно в это углубляться не буду если подытожить то из пирс это очень красивые гитары в первую очередь само собой как и любые гитары и спи потому что и в едва из красивой модели и в лтд из красивой модели чё спорить вот но это премиальный рынок это удар по американскому рынку попытка выйти на него с чем-то очень премиальным потому что опять же ну что вы понимали порой даже такие огромные вещи типа выпуск определенно нового завода новой серийного нового серийного производства новых этих моделей порой там только чтобы показать что мы можем это сделать то есть нам это тяжело понять что серьезно гитары по 5000 долларов но когда у тебя под управлением бизнес на несколько миллион миллионов а может и миллиардов и честно не знаю товарооборот и спи хотя с ними сотрудничать и могу узнать но в ролике сказать об этом наверно не смогу потому что уже один раз мне постучали сказали в ролике одном но это уже другая история и это совершенно нормально опять же компании спи выкупила например того же самого шектора шектор на своих заводах собирает гитары для wild audio и это вот бизнес это бизнес как он есть опять же чтобы мои слова как-то более аргументированы были если бы те гитары реально были настолько крутыми и настолько бы пользовались спросом в первую очередь они бы появились у металлики потому что металлика самый первый так сказать по количеству по объему человек у компании спи вот так вот назвал металлику человеком вот и если бы эти гитары действительно действительно то были бы подписаны инструменты пока среди американских серий подписок подписных инструментов нет красивый алекс скольник вот смотрит на меня последние 10 минут такой ну купили и пузик такой выглядывает и говорит тебе я накопил к слову алекс часто появляется на выставке нам и играет на этих спи сей про них рассказывает то есть он является своего рода промоутером от компании и тоже у него эти гитар нет то есть у него недавно пришла тоже японская серия бери холт единственно что недавно засветил инстаграме американский клипс вот к нему реально пришел американский клипс но это просто тоже серийная модель до сделано очень похоже на его модели и серийный номер там три шестерки в остальном все не сигнатура поэтому вот так вот для каких-то своих целей компании спи рассылают эти гитарки опять же вот можно увидеть и у ричарда кружка и убил вилла адлера но тем не менее найти гитарах они играют только дома как и слэш играет дома на пире с а выступает с гибсоном потому что маркетинг мы всего не знаем едем дальше дальше по списку у нас идут лтд гитары не подписные просто серийные гитары и тут мы подходим к моей второй теме который хотел сегодня поговорить это перенос перенос рынка подписных инструментов лтд и скорее в индонезию причем это коснулось не только серийных моделей но еще даже и подписных то есть например из недавнего я наткнулся на фотку сникбайта и там сзади уже все написано индонезия это очень грустно это очень грустно и это случилось уже из компании перес компания перес еще он по на год раньше уже перенесла свои модели в индонезию и подразделение точнее перес этого перес я почему-то сделано опять же через сквозь вот сквозь этот ролик пронизываться струна маркетинга компании спи очень правильного верного маркетинга потому что но мы видим сейчас результаты вот и честно скажу это очень грустно это очень грустно потому что только недавно как-то все привыкли особенно у нас к тому что корейская гитара может стоить больше 1000 долларов и она даже может звучать на эти деньги вот сейчас бах и компании спи все меняет и я уже слышал отзывы от своих коллег по поводу этих гитар не сказать типа что не в два раза хуже в шесть раз хуже это опять же первая партия возможно следующее будет лучше но честно скажу пока это какой же бы слово выбрать и днище днище полнейшее днище они выглядят проще даже взять от обычной обычный очень успешный horizon 3 вот то я играл на этих гитарах и здесь у нас наверно будет корея да видите сзади написано корея от хитрюги а сейчас у них все уже индонезия не должна сайте не изменили то здесь эта гитара выглядит еще так сказать симпотно несмотря то что мне кажется здесь накладка с палисандра не в тему вот но новая серия у них даже топ немного другой ведь это прослеживается возможно только моим уже добитым взглядом потому что эти гитары уже в таком количестве через меня проходили я уже все мелочи вижу мелочи и недостатки есть в каждой модели о недостатках снейкбайта как-то я уже говорил что можно целый ролик снимать вот и серьезно мне это не нравится по нескольким пунктам первое это то что как я сказал раньше что я считаю что люди еще не готовы морально платить за индонезию косарь с половиной долларов вот даже я морально не понимаю возможно ко мне придет эта гитара я поменяю свое мнение но пока так и конечно же это ценовая политика если уже хотели бы ну давайте как-то хотя бы подписные инструмента ставим корейские вот серийные модели будем там например продавать и дешевле то есть это было нормально но какие сказал как любая другая компания она понимает зачем она это делает а если на ошибется но опять же сложно судить потому что конкуренции нет когда идет такая вот тема с монополистами и когда есть конкуренция рождается что-то новое рождается что-то интересное и появляются какие-то интересные решения в плане более бюджетных моделей интересных и так далее в плане сейчас у компании спикард бланш она что ты можешь вообще нафиг выкупите кто-то ей что-то скажет да творит просто что хочет и все потому что не джексон мне другие компании сейчас нихрена себя не представляют и нифига не могут недавно например джексон выпустили кастом шоп новую серию она вроде стоит тоже адекватных денег но никому эти гитары уже не нужны то есть опять же ты смотришь на красивый джексон там например гитара гитарист антракс скотта иена да он прикольный да вот эту тему фланг ве из смесь с формой джексона с кингви это классно смотрится но я хочу купить американскую версию она будет стоить на огромных денег то я захочу купить бюджетную только это вьетнамская по моему модель и тоже стоит под касаемо это смешно я за вьетнам под касаемо не отдам ну при всем уважении типа я не понимаю зачем это сделано и как в этом плане конечно джексон просто совсем совсем превратилась очень странное место опять же что сказать компанию джексон купила fender вот и так все повелось поэтому возможно в будущем у компании джексон тоже будет что-то интересное я никогда не говорю что вот это все и навсегда нет все может очень сильно измениться вот сегодня компанию джексон купила fender а завтра компания fender продаст джексон например кому-то другому ну все же может быть поэтому такие дела дальше мы подходим к самому интересному моему разделу сигнатуры там и лтдшки и спи так далее но перед этим зайдем сразу все lc с и это конечно же всякие истории этом семью холлоу боди и так далее полуакутические инструменты такую могли бы видеть недавно руках у кирка хэмптон например не только не помню было 6 струнка или такая тоже была не помню тоже очень красивые прикольные гитарки я их руках не держал поэтому конкретно за звук я пилить не буду сигнатуры опять же мой самый любимый раздел тоже новые серии в них появились компании спи очень часто все это дело обновляет у горе холда появилась такая же гитара ткабельника и ну прикольно выглядит наверное наверное блин мне даже черное больше нравится вот тоже вот вот и оба не ну и оба не зачем они сюда палисандр пихнули ну ну вот тут же все хорошо где-то где-то вот все хорошо тут хоть и светлый эбони но он очень классно смотрится очень классно очень классно эта гитара очень классная просто я от нее дико дико фанатея уже не раз про него рассказывал вот напоминаю что вы музея сейчас на нее скидка поэтому не упустите потому что они уже начинают повышаться в цене кроме того что компания спи поменяла весь свой модельный ряд лтд на индонезию сборка индонезия и оставила цену да то модели корейские они сейчас уже начнут растить в цене уже официальный магазин спи на территории россии уже поднял цену на эту модель теперь данная гитара без кейса стоит там ориентировочно 1500 долларов вот такие дела поэтому ну такая вот инфа если вам вам она будет полезна поставьте лайк потому что есть несколько лайфхаков так сказать опять же для тех кто не хочет отдавать или там ну просто банально сэкономить если он хочет например едва есть элит можно их найти их очень мало осталось спи лтд элит у нас осталось их две это супер страт про который снимал обзоры я вот черт поделик майна разоберу к себе потому что это не моя гитара и едва бас тоже очень классный тоже про него рассказывал в видосе фанк белла и будет обзор точнее едва у меня есть 5 струнный бас а тут едва у меня элит 4 струн все вроде не запутался правильно сказал вот поэтому это реально гитары которые уже потом едва уже потом стоит 2000 долларов а это первая серия где написано элит и эти гитары можно найти в районе там тысячи долларов с половиной и это реально типа офигенно это цена час корейских инструментов то есть такие дела заканчивая с экскурсом в мир спи я хочу поделить еще одну очень интересную тему которая касается не только гитары спи а гитар вообще в целом это очень ну вообще банальная тема покупка гитары за 2000 долларов на беря покупка дорогого инструмента это может быть и 1000 долларов в 2000 для каждого дорогой инструмент понятие растяжимое очень часто мне задают и конечно такие вопросы по работе не по работе и вообще отвечать на какой-то вопрос одним словом для меня просто ну скажем так неуважительно потому что имея бэграунд опыта очень странно с ними поделиться опять же как являешься еще консультантом это должен консультировать людей адекватно не просто типом метана перепишут что выбрать босс катана или там что-то еще маршал и просто человек хочет в принципе услышать мое мнение мне нужно просто к тип босс да все то есть но это только это сухое мое мнение и все типа чтобы я выбрал но когда ты разбираешься этой теме понимая что этот чувак может купить этот босс придет себе в квартиру а у него вот как у меня огромное эхо включит поставит такой что и неважно уже место это или маршал дорогой она будет звучать отвратно опять же на протяжении трех лет вы могли моих роликах видеть разные усилители там и энгл на фоне и маршал стек на фоне они просто стоят на фоне потому что если я их блин включу если не дай бог я еще в ролик начну записывать это будет такое отвратительное говно что и сказать тут чтобы подходить к вообще что подходить к покупке любой нужно адекватно хоть немного в этом разобраться я понимаю что многие не хотят разбираться многим это не надо но я просто рассказывать свое мнение если человеку нужен просто совет что вот а или б то есть он сам все понимает окей это отдельная история другой когда я понимаю что человек возможно для него вообще первая покупка там гитары или комбика и мне нужно ему посоветовать что-то адекватно то конечно начнется разговор потом что у тебя за квартира как у тебя построен звук в комнате где ты играешь там и на самом деле да это очень такая большая тема порой даже количество квадратов квартире до планировка все это может звучать конечно это уже переходит на рамки аудиофилизма там это вообще отдельная история но касательно эхо это сущая правда опять же когда даже благодаря записывал звук там был ужасный звук поэтому на многие гитары на которые там я делал обзор я возможно в будущем сделаю другие обзоры один я уже скрыл обзор и буду скоро делать новый ролик на одну гитарку заковал да потому что я поставил на нее новый струн а тогда я вообще честно говоря взял эту гитару и на не толком даже не играл не менял струна не столько вы пришли я взял подключил по-быстрому снял то что было очень много работы с бэкдрафтом не было времени и да это гитара звучало отстойный мне нафигеть как не понравилось вот роль в ролике это прослеживалась сейчас когда наконец-то у меня появилась возможность поиграть недавно записывал опять же коллаб вы можете посмотреть он уже вышел и вау типа я сижу играем этой гитаре мне пипец как заходит этот вот панч то есть за что я люблю еще гитары без флойда что ты берешь тут и ох класс и действительно эта гитара раскрылась и поэтому конечно хочется нормально высказать свое мнение потому что в том ролике даже не сказал о том что чуваки это вообще-то испил т.д. то есть это гитара создается на заводе шектора шектор это и спи поэтому сейчас уже когда я тоже менял струны посмотрел на распайку на датчики и прослеживалась прослеживает что это собиралась в том же самом месте поэтому дорогие друзья вот подходя к этому моменту о выборе инструмента например дорогого да в чем конкретно тут нужно разбираться вы спросите тут много другая история если с выбором комбика то банально какой бы вы бы усилитель не купили если у вас квартире много эхо то это уже минус и нужно решить начал проблему с эхом лучше то есть это знаете как я в молодости опять же когда играл на репетициях удивлялся почему дорогие усилители звучат хреново я прихожу на репетионную студию она плохо изолирована звук изолирована и черт что за г другой момент когда пришел к знакомым на студию который все было хорошо но стоял гибридный blackstar дешевая дешевый усилитель вообще не как бы ну далеко не маршал по стоимости при этом звучал вот то есть в этом порой моменты что порой не нужно дорогое оборудование опять же в бэгдрафте тоже до закрытия мы поменяли усилители поменяли маршал огромный стек на blackstar ht20 вот и честно раньше в звуке по мне даже стало лучше потому что для подзвучки опять же это все используется и по громкости ты не слышишь всего этого ну короче я в этом ролике не буду про это говорить потому что про это и отдельный ролик который набрал 77 тысяч просмотров не очень приятно что реально эта тема зашла тогда с оборудованием бэгдрафте я реально вал типа не ждал потому что типа вроде не хайп на нифига тема бах народу зашло это очень приятно и очень приятно что вы заценили прошлый ролик про кирка хэммета кстати пользуюсь своей возможностью говорить обо всем в подряд в этом формате потому что очень в комментариях писали ну очень два-три раза что типа нафиг ты сделал это типа размытие пока это называется вот и ну я его сделал по определенным причинам потому что его срач и я хотел его убрать и определенно сделать как-то типа так чтобы гитара была полностью видно нельзя было программе я только как-то обрезал по половине это все но суть то в другом в том что люди заметили писали и мне это очень приятно по банальной причине люди блин смотрят ролики на фоне сейчас контент воспринимают очень сильно на фоне я знаю что многие смотрят не как конечно создателю контент особенно человек который очень сильно запаривается над звуком над картинкой это неприятно вот но я уверен даже сейчас смотрит этот ролик на фоне я приду за вами с гитарой алекса скольника найден этот черный балахон и уничтожу вас ладно шутка каждый сам для себя решает как воспринимать контент разве что когда людям нравится ролик они не подписываются или не ставят лайк или банальный комментарий не напишут это грустно потому что ну вы же понимаете как бы это помогает ролику двигаться и мне же за это никто не платит правильно даже монетизация к херам обрезалась потому что например в прошлом ролике я сыграл скинув майтис то есть они механиx прислали лейбл мастейна прислал что ты живем механиx все пока при том что я играл меньше 30 секунд и раньше по законам меньше 30 секунд ты можешь делать все что угодно до брать там в любую музыку вставлять ролик это все равно будет все окей сейчас все обрезается к херам но понравилось то что я сыграл там рефак скинув майтис и они его вычислили это когда ты подобрал максимальный звук альбому и тоже его забанили и говорят что вот чувак мы брезанте монетизацию и так уже в последних роликах то есть если раньше в этом приходил еще на дошек условно рублей 20 но это 10 долларов то сейчас и таких денег не вижу то есть я просто уже часто спрашивать и по зарабатывать что-то с ютуба нет мне дорогие друзья это все делается абсолютно на краудфандинговой основе ну ладно если за исключением и музыка там я работаю поэтому какие-то там у меня есть критерии скидки на какие-то инструменты за того что я обзоры делаю туда возвращаясь к теме обкупки дорогой гитары конечно же стоит сказать что эта тема очень индивидуально сказать что типа вот покупаешь этот инструмент и все такое не может быть я могу исключить как например там я не советую там индонезийские модели вьетнамские да если китаец это только разве что в серия fender modern player другие китайцев хороших я в руках не держал по моему да не держал вот но все это очень индивидуально и тут тоже опять же не компании даже и спи только так во всем во всем гитарном рынке единственное что конечно же мы говорим сейчас о гитарах новых а гитарах новых и гитарах от брендов то есть не хендмейт недавно мне написали вопрос очень интересный о том в чем разница между спи и ltd да опять же вроде человек понимал что да разное дерево до разная сборка да вроде есть но все же вот и если взять кусочек с того что я ответил как раз то подходит абсолютно под мою историю про которой сейчас рассказываю я скажу если для вас покупка инструмента свыше 800 долларов первое то гнаться за гитарами за 2000 стоит только осознанно имея опыт игры на дорогих инструментах и понятия зачем и почему такие гитары нужны и в чем разница в ином случае качественно подобранный кореец из pltd например определенных лет за условные 1000-1200 долларов будет достаточным вариантом и покроет все потребности и нужды и в будущем когда вы захотите инструмент дороже вы будете понимать почему вы его хотите и что он него в данный момент нужно поверьте никто еще не покупал один инструмент на всю жизнь по сути добавили разве что хорошие сигнатуры корейские они еще и в цене хорошо держится то есть условно да можно взять сигнатуру там например там fender jimmy root тоже не обязательно от и спида просто сами по себе сигнатуры они держатся в цене лучше и вы потом когда будете их продавать вы потеряете меньше с этой цены ну если конечно в эту гитару не разобьете и так далее на данный вопрос у каждого свой взгляд кто-то говорит что только гитара за 2000 только сам шоп и другие гитары других гитар не существует и все они г дорогие друзья я уже не раз дурил своем ролике ни в одном ролике что покупка инструмента это нужно понимать зачем ты это делаешь ты хочешь дома на диване поиграть ты любишь металлику поэтому ты хочешь себе сникбайт потому что черт это сникбайт это классно и ты принципе не будешь с ним там записываться выступаете тебе не важно там какая эргономика например стоя если ты будешь вообще на нем сиди играть все это нужно учитывать но при этом еще и париться сильно много нельзя потому что начинаешь сильно углубляться в тему типа вот здесь там порожек вниз не костяной а пластмассовый и ты что что будешь делать вот то тоже начинается начинается крайность поэтому я могу порекомендовать в данном случае никогда не быть максималистом не уходить в крайности и между этим выбирать осознанно то есть конечно в любом случае покупка вашего первого инструмента например у вас гитара там за 100 до 200 долларов у вас появилась возможность взять за 400 там за 500 за 600 и вы хотите выбрать что-то максимально интересно при этом все равно как ты не крути и если например у тебя там есть 500 а ты хочешь себе купить гитару за 800 за 1000 такая же самая история ты все равно где-то ошибешься всегда как покупаешь себе ну твоя первая покупка она не может быть без ошибок кто не ошибается вы же сами знаете тот так сказать ничего не делает и с любой ошибкой приходит опыт и конечно же все мы хотим всегда быть правы всегда во всем быть исключительно верным и особенно блогеры которые очень часто говорят на камеру кажется что они настолько все пропитаны вот этой темой с эгоцентристом с эгоцентризмом и со всей вот этой истории на самом деле нет порой просто это эффект камеры то есть я честно признаю признаю что я могу блять ошибаться что пипец в многих темах я уже не раз в этом тоже принципе в роликах говорил что исключительно быть во всем верным неважно тут вы должны понимать кто это человек и что он несет за собой то есть если вам джимс хотел скажет что да и спи гитара это классно то он первое в первое на первое человек который найти гитару играл 30 лет а уже потом знаменитая личность то есть ему есть что сказать по факту вот и если какой-то человек который сходил в магазин сделал обзор на какую-то гитару на который принципе до этого не играл это нужно понимать это может быть не действительно плохо я видел просто такие обзоры тоже в интернете когда люди купили гитары начинают засирать при том что видно даже по сообщению что они не разбираются в этом инструменте это отдельная история делать выводы из этой истории как из моей делать выводы только вам лично я считаю как и любой не только работник в магазине которые адекватно подход к своей работе пытается реально людям проконсультировать что-то и помочь они просто там я человек который там с бирочкой пытаюсь кому-то что-то продать это не моя история вот потому что я в этом магазине давно работаю являюсь одним из основателей и поэтому я подхожу к этому более щепетильно и адекватно но при этом также нужно понимать что я музыкант еще чуть-чуть 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 и так на демочку а вот и и с точки зрения музыканта мне я играю на лтдшках я не есть дорогие инструменты в коллекции вот кирк хэммет например я беру вот у меня там например за кадром сейчас стоит тот самый лид тот самый лид здесь у меня висит зак вайлд гитары его и все я беру в руки я играю мне не нужно гитара за 2000 до 3000 чтобы там написать риф который мне понравится например и если подходить с точки зрения музыкантов то конечно все это правда все в руках ты с любой гитара можешь выжить да главное чтобы эта гитара была удобная поэтому для меня удобства инструмента это уже первую очередь классно остальное конечно эргономика влияет весь эту тему продолжать конечно можно загнаться типа что год когда я взял в руки сникбайт меня понеслись там другие рифы там другая структура но это все уже совсем музыцирование и я об этом даже говорить не буду вот по факту играть можно на ишпане от дерева и сочинить на нем классную музыку брайан мэй эдвард ван халлен я могу продолжать долго вот нужно понимать одно что сейчас у нас есть карт-бланш дорогие друзья у нас есть возможность рассказать потому что если бы не было блогеров если бы не было интернета и хороших его проявлений то тяжело было бы выбирать гитары потому что восьмидесятых девяностых ты был во власти человека который стоит в магазине и тебе что-то втюхивает потому что ему нужно продать что-то потому что у него сотрудничество только с определенным брендом и все вот сейчас другая система многие магазины конечно до сих пор так и работают но у нас толком и не магазин у нас другая немного тема поэтому я могу позволить себе так сказать ну завтра я скажу друзья давайте может придем там фендер все мы придем фендер все ну да чуть реклама сейчас было но я очень надеюсь что сказано мной сегодня будет информативным и конечно же повторюсь что я не топлюсь покупку в определенном месте и все конечно же есть рынок покупки с рук обмены новые буу все это тема индивидуальная я лишь высказал свое мнение за протяжении 7-8 лет работы вот она такое сложилось на самом деле вообще историю очень много было как-то история когда человек заказал гитару гибсон лиспол студио гитара пришла его нигде нет вот он под заказ заказал сша и потом приходят типа сообщение от его по моему родителей что такое там от кого-то типа что чувак в тюрьме все в итоге досталось на халяву мне гитара гибсон лиспол студию таких историй хватает ох надеюсь этот ролик не выйдет на 40 минут друзья я конечно еще раз напоминаю что это живой формат и поэтому если из того что сегодня затронул вам более интересно то можно посвятить этому еще ролик например конечно выбора гитар я прошелся больше под одной стороне медали да но опять же если другая сторона метали и я могу рассказать за какие гитары не стоит переплачивать закиды модели не гитар да то есть опять же у ltd тоже не все абсолютно гитары хорошие даже корейские есть определенные серии определенных инструментов до определенных гитар вот опять же например если ты больше играешь дома да тебе не нужно выступать то за что возможно тебе вообще надо переплачивать да то есть какие-то лайфхаки и более углубление в эту тему если вам тоже будет интересно вы говорите вот но мы подходим к самой последней теме я достаю свой телефончик я просил буквально сегодня с утра оставить комментарий вот и я сейчас посмотрю что вы написали на интересные комментарии я отвечу потому что порой такой пишут что такое ху-ху-ху ржачно в основном оставляли комментарии мне в инстаграме вот тоже подписывайтесь кстати сейчас буду читать каким будет этот самый новый формат вот таким вот аналог или цифра стык и рефректал ну можешь посмотреть ролик про звук благодаря в принципе там сказал у меня сейчас axe 8 при которой кстати я обещал как-то обзор тоже в формате этого ролика могу рассказать про него точнее вот тоже есть много лайфхаков 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 блин все я заговариваюсь уже вот и как его правильно записать потому что записываю его немного по-другому не xlr так сказать вот поводу цифра аналог но друзья опять же зависит от того чего мы то нужно у меня фректал x8 был до этого axe фейкс 2 рэковый вариант я его продал взял себе axe 8 он чуть дешевле алгоритмы те же и мне такой вариант подходит в раза больше и все тип он покрывает все абсолютно мои нужды как и человек который пишет музыку как и человек который вот тем этим занимается слышал о гитаре fender яко страт наверно какая-то подписная гитара азиатской девчонки да к сожалению не слышал доводилось ли попробовать стендберг очень интересно качество младших линейк ощущения от их грифов слышал очень сильно про эти гитары по у димона даже было обзор на эту на эту гитару но я сам ничего не не слышал не трогал поэтому не скажу вот как отрасить шевелюру как у мастейна сделать химию будет ли тест драйв sp rz кей хотелось бы увидеть но это подписан инструмент инструмент гитарист рамштайн а уже не раз отвечал этот вопрос реально очень многих интересует эта гитара как и меня в принципе потому что уже едва очень интересная прошлом не сильно понравились а новая едва нереально классная вот касательно этого ну если они появятся дают если вы закажете гитару my music и обязательно сделание обзор вот франк было приехал я сделал обзор и человек гитара поехала буквально тоже например недавно заказывали дайма я не успел бы сделать на него обзор к сожалению даже успел его чуть-чуть снять сфоткать но я знаю что вы очень хотели увидеть эту гитару но извините не успел банально вот поэтому в основном если но у вас интересует как гитар кто два решения либо дождаться что чудо произойдет либо сказать саму я понимаю что как это звучит да но это типа правда вот я говорю как есть как ты относишься к польским и нашим гитароделом майонезы ран гитары лепский не хотел бы с ними сотрудничать сотрудничать хотел потому что я не с этими гитарами никак особо не контактировал и я даже не сказать нечего типа я знаю что есть много интересных гитары майонезы тоже интересные инструменты разве что там очень много таких экстремальных инструментов как по формам и струнам и так далее по количеству струн вот но я не могу опять ничего сказать эти гитары не держал когда пришел к мысли о том что тебе нужно снимать видео ну блин типа нужно тебе снимать видео внешне кто не заставлял вот просто три года назад я смотрел канты давно вообще была мысль просто мне нужно буду не дорасти скажем так я смотрел разных блогеров техна блогеров мне хотелось бы чтобы не хотелось чтобы в гитарном мире был качественный контент хотя бы по картинке хотя понятное дело и картинка это одно содержание другое я хотел это это вот ну с картинкой вроде справился а про содержание вы уже судить будет ли обзор подписухи мастейна а потом ее можно сравнить с подписухой хэтфилда блин если бы опять же попалась мне но в принципе то та гитара которая теоретически может появиться потому что я давно сам за нее охотюсь я бы сам со с радостью в коллекцию взял и сейчас речь конечно джексон и вот хотя вознужная день вот нужная день вот как-то учишь песни на гитаре где берешь штабы подскажи пожалуйста ну в этот сайтик знайте если что-то там есть правильное я как-то беру за основу потому что обычно все равно это все происходит на слух ты понимаешь что там прописано все очень условно поручу криво вот ну слух прокачивается со временем и все в любом случае всегда практика она все решает конечно мне бы ее побольше но не всегда есть время будет ли обзор на альбом новый я так понимаю человек боном с обзорами на альбом и такая история что они не особо востребованы вот возможно в рамках этого формата опять же рамках этого формата я могу рассказать вот если вам интересно вообще могу сказать как я съезжу на скольника вот я на выходных буду алекс коллекторе он приезжает вильнюс и я могу принципе в рамках этого формата что-то рассказать потому что отдельный ролик не думал что кому-то интересен у меня на канале в основном же все-таки любители тяжелой музыки напрягает типа что я в роликах в основном таршак играю да мало что-то другого вот но сам давно тарш особо не слушаю ну так дозировано в основном только сейчас она и later и des angel последние два альбома очень закатили а так типа мало что-то в основном краски джаз раз очень джаз почему-то больше чем блюд заход мне вот и прогрессив рок всякий праж там чуть-чуть этого то-то нет то-то много это чуть-чуть другого этих джорни все другом ролике но если вам будет интересно касательно алекса пишите в комментарии я могу следующем ролике рассказать вот да придется много комментариев друзья а вот тут уже чувак конечно написал сразу кучу вопросов и пожалуй на нем мы закончим готов ли ты подстичься за 500 бачей нет даже за 1000 не готов но есть примерно сумма который бы подстригся или нет ну я-то и сумму не знаю что будет если в вальде жахнет ричи блэкмора не кажется ли тебе что современный рок слишком сильно упростился и стал однообразным слушал относительно современный тяж типа старого трэш игру в одесс black что-то решил я послушать классику типа темно-фиолетового и просто от разнообразия рифов и полета творческой мысли ну короче скорее проблема в том тоже тема для отдельного ролика кстати восприятие музыки всей этой темы это мы зажирались с большего это мы зажирались вот но об этом конечно надо в отдельном ролике говорить не думаешь ли ты создать рубрику на канале по типу музыкальное просвещение и ремуз просвет ну блин типа я этот формат как-то можно интересно назвать по хорус и что еще такое но не таким названием точно не буду называть потому что это очень такое геоцентричное название типа я не хочу казаться таким всезнающим у дотом хотя и так порой получается но опять же эффекты ютюба в принципе этот формат плюс-минус подходит под то что ты написал поэтому пиши если понравится так и продолжу на этом пожалуй все я уже не знаю сколько этот ролик длится надеюсь что не больше 30 минут в любом случае пишите в комментариях заходит ли вам такой формат что вам понравилось возможно что не понравилось что нужно сделать может быть здесь когда-нибудь повешу интересное у меня еще разная мелочь которую наверно в кадре особо не будет видно да вот еще хотел задействовать кота вот следующем ролике может задействовать у чувак спит и мне не хочется его будить вы понимаете кто тут главней но я с вами не прощаюсь друзья сейчас появится нотации и вы можете пройти на другой ролик ну а сами мы увидимся в комментариях под этим роликом высказать свое мнение и оставляйте свои вопросы к следующему ролику и обязательно в нем я отвечу вот пока